Я никогда не думала, что я буду говорить об этом на моем канале, а пронесет. Все, больше не могу ложись прямо сейчас. Странно, да, звучит? Многие сейчас подумают, что я какая-то тронутая головой и все это фигня. Сделаю, потому что мама сказала, что обязательно нужно есть, иначе ты умрешь. Не пейте. Привет, красотка! И я безумно рада тебя видеть на моем канале. Я очень соскучилась по таким вот домашним видео с микрофоном, с нормальной камерой, со светом. Я сама безумно, безумно люблю влоги, но иногда от них тоже нужно отдыхать, поэтому очень рада снимать вот такое вот видео. И вообще, это видео безумно спонтанное. Самое спонтанное видео, наверное, на моем канале, потому что буквально сегодня, я не знала, что я его буду снимать, буквально полчаса назад я написала к нему сценарий и говорю сейчас с вами. Видео, кстати, на тему очень такой нетипичный для моего канала, вы видите по названию. Дело в том, что я сейчас немножечко в таком вот состоянии, приболевшем, но на самом деле уже иду на выздоровление, и со мной рядом вот такой божественный напиток, божественный он потому, что держит меня на плаву последние несколько дней. И здесь чаечек с лимончиком, травяной чаечек. Я никогда не думала, что я буду говорить об этом на моем канале, но сегодня я хочу с вами поделиться моими супердейственными и эффективными способами, как быстро встать на ноги, как выздороветь без таблеток и лекарств. На этом я делаю акцент, потому что это видео не о том, как съесть какую-то таблеточку и симптомы быстренько заглушить. Нет, это видео о том, как побороть простуду, притом не навредить своему организму, и достаточно сделать это быстро, эффективно. Тем более, что сейчас осень, и это такая, знаете, пора, когда, мне кажется, болеют все. Ну что, присоединяйтесь там вот с таким же напиточком, ну или с каким вы захотите, и поехали. Во-первых, хочу объяснить, почему без таблеток, без лекарств, почему я делаю на этом акцент. На самом деле, мое лечение, такой вот простуды, еще лет пять назад и сейчас отличается кардинально. Во-первых, я последние, не знаю, несколько лет вообще не болела, и вот то, что я сейчас там захворала, это такая редкость. Как выглядело мое лечение раньше? Я могла доходить до того момента, пока мои симптомы подсказывали мне, что я уже что-то такое полуживое, неживое, не знаю, существо. И я шла к доктору, который мне выписывал лекарства, и я их очень ответственно пропивала. И через некоторое время мне, наверное, становилось легче, дней через 5-7. И такое могло повторяться каждые месяца-два. То есть болела раньше я действительно очень часто и особо даже не думала, как это влияет на мой организм, как сильно это вредит моему здоровью, как каждая болезнь и каждая вот такая вот простуда, болячка ухудшает мой иммунитет и, в принципе, укорачивает мою жизнь. Я изменила свой подход к лечению, изменила свой подход к лекарствам, в принципе, к препаратам каким-то. Я сейчас не говорю, что все препараты нам срочно нужно исключить из нашей жизни. И если вам что-то прописал доктор, не пейте. Я сейчас говорю про обычную простуду, да, мы все болели таким. 30% всех препаратов, только представьте, это полное плацебо. Плацебо это означает, что по факту таблетка не действенна, она не имеет никакого эффекта. Но от того, что человек, принимая эту таблетку, верит в то, что она ему поможет, она ему помогает. Это я не просто заявляю, из головы взяла информацию, это действительно подтвержденная информация. Более того, большинство таблеток борются не с причиной, а с симптомами. Снижают иммунитет, нарушают функции многих органов. И организм действительно перестает бороться сам. Я всего этого не хочу, поэтому лечусь совершенно другими способами, и то, если заболеваю. Ну что, хватит, наверное, болтать, давайте переходить к самим способам. Единственное, что хочу сказать в самом начале, они эффективные, но эффективные тогда, когда вы не ленитесь. В случае с таблеткой там все легко, там 3 раза в день выпила и все ок. Но в этих случаях нужно действительно что-то для этого делать. В принципе, как в жизни и бывает на самом деле. Самый первый момент это заметить симптомы в самом начале и сразу же начать лечиться, сразу же начать что-то делать. Потому что, как у нас бывает, пару дней начинает закладывать нос, начинает першить в горле, и ты такой думаешь, аааа, пронесет. И как-то никогда это не происходит. В этот самый момент, на самом деле, организм тебе подсказывает, слушай, вот прямо сейчас тебе лучше отлежаться, прямо сейчас тебе лучше уже начать меня лечить, начать что-то делать, и тогда я справлюсь сам. Но мы действительно делаем не так. Мы ходим с этой простудой до тех пор, пока организм нам явно уже не говорит, все, больше не могу ложись прямо сейчас. И тогда нам как бы неприятно. У нас нос не дышит, болит горло, кашляем, как будто умрем через секунду. Нужен врач. Тогда он прописывает таблетки, мы соглашаемся на все и погнали. Так вот, мой первый совет. Лечиться сразу. Второй момент. Это не есть. Странно, да, звучит? На самом деле, если вы такие сильные радикалы, как и наша семья, то действительно можете пару дней, в принципе, ничего не есть, только пить. Максимум что-то мандарины, лимон, что-то такое, знаете, повышающие иммунитет, содержащие витамин С. Но не типа картошечка с котлетками, борщец с хлебушком. Потому что организму на самом деле сейчас хочется потратить свои силы не на переваривание пищи, а на борьбу с болячкой. И если мы посмотрим даже на тех же самых животных, которые в чем-то умнее нас, между прочим, как они делают? Они просто перестают есть. Любая кошка, там, подцепив какую-нибудь болячку, она просто пару дней ничего не ест. Хозяинам кажется, что она скоро умрет, но нет. Она таким образом лечится, организм ее лечится. Максимум что она может поесть там траву, попить воды. И все, через несколько дней организм сам поборол болячку, инфекцию, и все становится хорошо. Но если вам это чуждо, и есть кто-нибудь, кто обязательно вам скажет, обязательно нужно есть, иначе ты умрешь. Окей, ешьте хотя бы тогда, когда организм действительно этого требует. Потому что на самом деле, чаще всего, наш организм сам подсказывает, я не хочу есть. Нам не хочется есть, у нас нет аппетита. Но почему-то что-то включается в нашей голове, и мы говорим, как же я проживу без еды. Никак. Поэтому мы начинаем пихать в себя еду, и вот это организму точно не надо. Поэтому просто-напросто слушайте свой организм. Следующий очень важный момент. Просто все время бодрствования, пока вас не стошнит. Пейте, пейте и пейте. Что пить? Я пью травяные чаи. Это просто травяной сбор, который собрала мама Дениса. Ничего там особенного нет. Какие-то травки типа ромашка, иван-чай, календула, что-то такое. Это может быть просто теплая вода с лимоном и с имбирем. Но это должно быть не холодное и не сильно горячее. И, собственно, так же часто, как вы будете пить, вы будете ходить в туалет. Правильно. Таким образом, как раз-таки, организм будет самоочищаться. И это очень хорошо. Следующий момент это теплые носки. Даже если у вас дома включено отопление, я даже сейчас в них сижу и снимаю видео. Теплые носки это то, что согревает наши ноги. На наших стопах находится очень много точек. Многие с ног именно проствуют. Я прям с детства помню эту взаимосвязь. Если ноги в тепле, то нос дышит. Вот серьезно. Я дома надевала носки и валенки. У меня действительно был проблемный очень нос. Заложенность могла проходить по несколько недель или вообще затягиваться. И без капель я вообще не могла жить. Так вот, тепло в ногах это одно из ключевых правил. Следующий момент. Особенно если у вас температура. Я не буду говорить о температуре 39-40, когда действительно там уже какие-то препараты нужно принимать. Я до такого вообще никогда не доходила. Если температура у меня и повышалась, то это максимум 37-38 градусов. И в эти моменты мне организм всегда подсказывает, что мне нужно спать. Мне нужно просто максимально отдыхать. Забить на все дела. Действительно в эти дни, если это происходит, у меня летят все дела. Я отменяю все встречи. Я отменяю все договоренности. Я просто слушаю свой организм, а он мне говорит, спи, дорогая. Так вот, если у вас такое состояние, действительно дайте организму отдых. Если вы ходите в школу или в университет, пожалейте себя и пожалейте других. Не заражайте других. Я вообще никогда этого не понимала, когда училась еще в школе. Почему, блин, люди больные ходят в университет, в школу? Они в этот момент что, показывают свою силу? Типа, да я нормальная, я там переживу. Нет, они показывают неуважение к другим людям, потому что они заразны в этот момент. Они угроза для других людей. И вот в этом как бы беда. И когда у меня одноклассники больные приходили в школу, типа, я буду учиться. Я, блин, хотела сказать, иди домой. Просто потому что не заражай других, пожалуйста. Если я болела, меня мама всегда дома оставляла. Вообще беспрекословно говорила, сиди, отлеживайся, вылечивайся. И только когда я полностью здорова, я выходила на ноги, вставала. Это как бы и для меня нормально, и другим я угрозы не представляю. Это мы так все вокруг да около. Некие правила, но немаловажные правила. А теперь давайте о самых таких вот эффективных, действенных советах. Касательно горла, носа. Чаще всего именно это у нас и болеет, так сказать. Итак, начнем с моей самой проблемной части, самой проблемной зоны. Каждая моя простуда раньше оборачивалась просто адом для меня, потому что нос я лечила дольше всего и труднее всего. Сейчас уже таких проблем я не имею. То есть, если я и болею, то чаще всего это происходит, как у всех. Нос у меня проходит, заложенность проходит за несколько дней. Но таких осложнений больше нет. Раньше я делала эту вещь вручную, и это было не очень приятно, не очень удобно. Но, тем не менее, я не знала, что такое существует в удобном варианте и продается в магазине, продается в аптеке. Но окей. Это солевой раствор. И мой совет заключается в том, чтобы промывать нос солевым раствором так часто, как у вас есть возможность. Вот хоть каждые полчаса это было бы идеально. Я брала, значит, блюдечко, наливала туда теплую водичку и сыпала соль примерно, знаете, на глаз, так, чтобы было солено. Алгоритм действия. Закрываем одну ноздрю и другой ноздрю. Всасываем этот раствор так, чтобы он проходил через горло. И эту жидкость мы выплевываем. То есть, должно произойти такое вот промывание носового прохода. Звучит это все не очень приятно, но действенно, эффективно и, знаете ли, естественно. Просто естественно. Но, слава богу, сейчас есть такая вещь, как, например, аквамарис. Наверняка есть еще альтернативы, но суть у них одна. Это такой удобный баллончик. Там удобный такой наконечник, который удобно вставляется тебе в ноздрю. И ты можешь все это делать без блюдечка, без соли. И там нормальная концентрация этой соли. В общем, делайте это промывание так часто, как у вас есть возможность. И заметите действительно результат. Вот сейчас, вы слышите, да, мой нос в принципе заложен. Но каким он был заложенным еще позавчера. Вот так вот разговаривала. А самое главное, что он дышит. Не так свободно, как хотелось бы, но, тем не менее, дышит. Без каких-либо капель. А раньше, если что, без сосудосуживающих капель я жизнь свою вообще не представляла. Я с ними спала. То есть, как бы, они у меня были под подушкой. Если их не было, то это была прям паника, действительно истерика. Это была зависимость. Но это было несколько лет назад. Дальше, что мы еще делаем с носом? Помимо этих вот замечательных промываний, точно так же максимальное количество раз, сколько вы можете делать за день, делаем ингаляции. У меня есть такая замечательная штука, которую я, возможно, вас познакомлю, у вас тоже будет такая замечательная штука. Это звездочка в стике. Знаете, да, что такое звездочка? Бальзам звездочка. В его составе очень много эфирных масел, которые позволяют пробивать, так сказать, носовые пути. Также звездочку можно намазывать там на виски, да, когда у вас голова болит, или на какие-то точки, там на затылке. Но мы сейчас говорим именно про нос. И вот про этот стик. Это безумно удобный формат. И у меня такой стик из Таиланда. И там что-то типа такого же бальзама, но какого-то тайландского, тайского бальзама. Я думаю, суть одна. Точно так же мне помогал и бальзам звездочка. Просто-напросто дышим этим ингалятором все время, сколько это возможно. Но главное не сжечь слизистую, поэтому не делайте это максимально прямо часто и не вдыхивайте очень сильно. Я вот эти дни, например, засыпала с ним. То есть я ингалятор держала у носа, у ноздри и вдыхала поочередно. Но не очень сильно, чтобы не сжечь слизистую. Это очень важно. Что мы делаем с горлом? Очень эффективное средство против кашля. Сразу же в первые дни, когда у вас начинает першить горло. Это такое комбо. Теплое молоко. Не горячее, потому что процентов 70 полезных компонентов от меда в горячем молоке просто исчезнут. Так вот, нам нужно теплое молоко. Мед буквально ложка, там сколько вы сможете выпить. Для меня это вкусно на самом деле напиток. Я себе не заставляю пить его. Теплое молоко, мед и сливочное масло. Вот это кому-то может быть противно, но оно должно раствориться в молоке. И вот этот замечательный напиток нужно выпить на ночь. Вот это комбо нереальное, оно безумно помогает горлу. Оно его так смягчает. Чуть ли не за два дня, если вот сразу же начать лечить, может пройти кашель. Но помимо этого, точно так же часто, как только у вас есть возможность. Например, на каждые полчаса нужно полоскать горло. Ну, не нужно, а я полощу горло. И советую вам, у меня это очень хорошо действенно работает. Я полощу горло либо шалфеем, либо ромашкой. Они продаются в аптеках, типа просто в пакетиках. И два пакетика я завариваю на стакан кипятка. И затем разбавляю. То есть, беру немножечко заварки насыщенной. И разбавляю теплой водичкой. И ключевой, девочки, момент. Большинство людей полощут горло неправильно. Это действительно так. Я замечала это среди моих друзей, знакомых, тех, кто... Ну, я наблюдала, кто там лечится, полощет горло. Я понимаю, почему многие думают, что это вообще неэффективный способ и типа так сделаю, потому что мама сказала. Потому что неправильно они его делают. Короче говоря, когда вы, значит, взяли некоторое количество этой заварки, да, чтобы прополоскать. Когда у вас еще эта жидкость здесь, вы еще не наклонили голову и не начали там полоскать горло отваром. Мой вам совет. Начните говорить букву А, когда у вас жидкость еще вот здесь. То есть, вот она у вас во рту. Вам достаточно будет тяжело открыть рот и сказать А, но попробуйте. И говоря эту букву А, запрокидывайте голову и продолжайте, так сказать, полоскать. То есть, у вас, ну, произойдет это полоскание автоматически. Дело в том, что когда вы говорите букву А, этот отвар попадает именно туда, куда нужно попасть, чтобы помочь вашему горлу. Понимаете? Я не знаю, как это объяснить. Если честно, я не врач. Но я знаю, что это работает и это факт. То есть, обычно полоскание происходит поверхностно. Вот когда человек просто запрокидывает голову и начинает там полоскать, это даже слышно по звучанию. Там нет вот этого гортанного А, а оно должно быть. Так что попробуйте обязательно сделать так, как я вам сказала. И делайте это часто. Примерно каждые полчаса можно чередовать ромашку, шалфей или что вы там любите из трав, что еще эффективно. Я чередую ромашку, шалфей, ромашку, шалфей и просто за день у меня не болит горло. То есть, у меня может остаться поверхностная каша. У меня может остаться небольшая хрипота. Самое главное, что видно прогресс идет и горло лечится очень эффективно. Точно так же, как и для горла, как и для носа, будут полезны любые ингаляции. Я знаю, ингаляции есть над картошкой надваренной. Вот действительно, какой-то старый способ, но действительно очень эффективный. Там нужно наварить картошки, чан. И вот этот пар, не открывая крышку, да, сесть под одеяло. Я прям помню, у меня такая ностальгия, как меня бабушка таким образом лечила. Сесть под одеяло, открыть эту крышку и начать дышать. Слом, носом, в общем, там все очень хорошо прогревается, разогревается. Куча таких ингаляций там в интернете, посмотрите, это все очень эффективно. Я просто поделилась тем, что делаю я, и это действительно ставить на ноги. Самое главное, что это не вредит организму, как какая-нибудь съеденная таблетка. Кстати, насчет питья и еды. Единственное, что я позволяю себе есть в эти дни, это лимон и имбирь. Имбирь прямо можно натирать на терочке. Он тоже очень хорошо так продирает, так сказать. Эффективно борется и с болью в горле, и с заложенностью носа. Ну и последний, немаловажный на самом деле пункт, но он, мне кажется, не для всех. Не многие меня поймут. Вы знаете, как я увлекаюсь силой нашего мозга, подсознания. И я действительно верю, что наше подсознание может все. Мы очень мало знаем о возможностях нашего мозга, того, как им можно управлять, и какие плоды с этого можно получить. Но не буду углубляться сейчас в эту тему. Я просто хочу также поделиться тем, что, как я считаю, работает. Но это такие вещи, понимаете, и нельзя проверить. Они их, может быть, редко пишут или вообще не пишут. Или пишут особенные какие-то люди. Поэтому нормально, что многие сейчас подумают, что я какая-то тронутая головой, и все это фигня. Во-первых, с момента, когда я только заболела, я не говорю слово больной вообще. Бабушка мне говорит, Саня, что ты у тебя с голосом? Я не говорю, я болею. Я говорю, я выздоравливаю. Вот одно всего лишь слово, одна подмена таких вот значений. Но на самом деле, как это сильно влияет на наш мозг? Говоря нашему мозгу постоянно и повторяя, я больной, я заболел, я болею. Он как бы еще меньше сил направляет на то, чтобы себя исцелить. Еще меньше готов бороться. Он как будто постоянно получает такой ответ. Так, я больной, я больной. И еще более больным становится. Вместо слова болею, я говорю, я выздоравливаю. То есть, в принципе, это действительно так и есть. Я же иду на поправку, я же не всегда буду, блин, болеть. Но как это работает? Это вот такая перенастройка, просто как щелчок. И я самой себе говорю, я выздоравливаю, я выздоравливаю. Даже если я вообще не выздоравливаю, знаете, по моим симптомам хочется сказать, что мне еще лечиться и лечиться. Я все равно говорю, я выздоравливаю. Я настраиваю себя на то, что мой организм уже почти исцелился, уже здоров. И второй немаловажный момент. Каждый раз, когда хочется прилечь, когда человек нездоров, такое происходит часто. В течение дня или просто на ночь. Первое, о чем я думаю, о мысли, на самом деле, во время болезни. Их очень много, они очень такие сумбурные, очень часто снятся кошмары. В этот момент я настраиваю свой организм на то, что он исцеляет самого себя. На самом деле, открою, может быть, для кого-то секрет, может быть, нет. Но одна из основных функций нашего организма, это самоисцеление. Наши клетки знают, как самоисцеляться. Наш организм знает, как восстанавливаться. Собственно, он делает это постоянно, когда у вас какой-то порез происходит, да, или течет кровь. Вы не истекаете кровью и не умираете. Ваш организм подстраивается, он сворачивает кровь, вырабатывает нужные ферменты, клетки работают. И таким образом организм сам себя спасает. И так происходит постоянно. Мы просто этого не знаем. Мы видим оболочку, а на самом деле внутри происходит столько всего умного, удивительного. Если мы в это погрузимся, мы просто обалдеем, насколько мало знаем о самих себе. Насколько удивительно на самом деле и умна природа. Но мы сейчас не об этом. Я именно пытаюсь погрузить свои мысли в то, что мой организм прямо сейчас восстанавливается. И представляю свое горло здоровым. Представляю, что мой нос дышит. Это своего рода визуализация проживания вот этих чувств, которые приведут меня к тому, что это произойдет скорее. Если вы о таком слышите впервые, для вас это чуждо, и вы не представляете, как вообще работать со своим мозгом, что такое медитация и так далее, то я оставлю в описании ссылку на медитацию, которая просто-напросто может помочь новичкам в этом деле и поможет погрузиться в этот процесс, расслабиться и действительно начать представлять, визуализировать свои клетки, свои органы, свой организм, как он себя восстанавливает и так далее. Все, мне кажется, нужно закрывать эту тему, потому что сейчас многие подумают, что Сашка тронулась. О чем она вообще говорит? Помните, красотки, что я вас очень люблю. Совсем скоро новое видео. И очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Всем посылаю лучики здоровья. Всем пока!